вот и скажем так жестко подавили видимо выступления но не слышу что людей и а в смысле что поставили везде опорные такие посты полиции с снб и нельзя теперь подойти ни к церкви там вот не вот как и минные поля люди мешали до разминировать на все в общем то так достаточно теперь строго строго то есть вот дорога которая идет как раз по границе и и закрыли там вот по ней ехать нельзя там милицейский блокпост центре села где а церковь стоит тоже там стоит военный блокпост стоит скажем так замаскированных под обычных мужиков там сидят ну спецслужбы видно что это такие ребята заряжены этого скипари давки ранцы на блокпост туда как было так и есть людей побольше потому что подъехал вот отец баграт отец баграт читает проповедь и на его проповедь собралось народу я был здесь позавчера позавчера было людей намного меньше это по большей части фоновый процесс потому что власть держится как бы в руках этот процесс то есть да скажем так власть видите она позволяет людям митинговать позволяет людям выпускать пар нам даже вот полицейские говорили мы спрашиваем ну а как это люди стоят перекрыли трассу они говорят это конституционное право я согласен законное право вот но при этом не скажем так при этом процесс то идет видите когда надо оттеснили все-таки разминировали все-таки устанавливаются столбы если бы этих протестующих процесс был бы сорван это был бы другой разговор то воски паре ну другая обстановка чем я видел на видео на видео я видел как толпа ломится к этой старой церкви седьмого века датка фото которую все говорят не умеется в поле мешает значит там работе техники сейчас нет техника во первых вот я не знаю то ли это или не то но вряд ли просто так экскаватор будет стоять на вершине горы то есть экскаватор что то делает то есть строительная техника в горах на высотах видно видимо это новые новые позиции и в общем так укрепление новой границы по всей видимости видите мою перед прошлым перед этим вернее новым годом готовились на какое-то чудесное происшествие очень много проблем и я подозреваю что за этим процессом делимитации первых четырех сел будут же эти другие вопросы там анклавы оптимизм шольца и блинки ни о чем не свидетельствует это свидетельствует о том что вот конкретно этот этап судя по всему идет удачно то есть делимитация четырех сел да вот на рави в районе четырех сел не больше если этот этап будет успешно это будет очень хороший прецедент если не успешны это полный провал то есть значит еще долго не будет ничего хорошего поэтому как бы что пожелаем успеха но разумеется пожелаем успеха что было справедливо что был разумный обмен территориями чтобы не перерезала трассу в районе воски пара чтобы спокойно добирались домой жители киранца вот я понимаю проблемы все они волнуют да разумеется все все очевидно но вот я встречался с людьми которые были на встрече с пашиняном они говорят он нас успокаивал но говорил что не до конца понятно все таки как же пройдет линия границы не лет ну так а кто тут должен дознать если не вы там от мост перед киранцем это болезненный момент очень болезненный ну потому что он судя по всему оказывается на территории азербайджана это точно то есть нужно строить новый мост переносить мост а без него киранц оказывается по сути без дороги а